Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Сегодня я хочу подготовить для вас такое видео, достаточно интересное, информационное. Хочу напомнить вам об этапах старения, как мы стареем. И в качестве примеров я хочу рассмотреть фотографии звезд. Почему-то в последнее время интернет, большой брат, следит за нами, мне подсовывает какие-то статьи про звезд, как стареют звезды, звезды сейчас и 10 лет назад. И эти статьи делятся на две категории. Про одних и тех же звезд, причем. Одни статьи говорят, как они классно выглядят, время над ними невластно. И вторые статьи говорят, фанаты разочаровались. В чем, правда, разочаровались, непонятно. Звезды постарели, эко-новость. Надо же, не только звезды постарели, мы тоже постарели. То есть должен быть какой-то справедливый, обоюдный процесс. Звезды тоже должны вас видеть. Говорите, о, Манька-то как постарела, а смотри. А мои-то фильмы 10 лет назад смотрела хорошо, выглядела, а вот сейчас-то что-то не очень. А то, что это такое? Мы, значит, на звезд смотрим, их обсуждаем. Вообще, конечно, такая ирония. И я хотела бы вас призвать не читать эти статьи и не смотреть. Потому что мне кажется, они такие, во-первых, несправедливые. Они пахнут какой-то и мезогении, и джизмом. И настраивают совершенно вас на неправильный лад. Плюс ко всему, разглядывать звезд, вот сама вот эта вот профессия, если мы говорим, там, актриса или певица, она очень специфическая. У этих людей действительно очень своеобразный уклад жизни. И то, что они выглядят так, как они выглядят, зачастую заслуга, а не недостаток. Потому что такое количество грима, такой ненормированный графиксный отдыха, стрессы. У многих из них депрессии, потому что популярность это, на самом деле, достаточно тяжелое бремя. И то, что они выглядят так, как они выглядят, при учете наличия больших сумм денег зачастую, да, то есть они могут позволить себе лучшую косметику, лучших пластических хирургов и так далее, и так далее. Это просто действительно их заслуга, что они все это сделали. Потому что другой на их бы месте неизвестно, как бы выглядел. Итак, давайте с вами вспомним, скажем так, основные этапы старения кожи. Как вообще это происходит? Потому что у нас действительно есть с вами некие зафиксированные научно этапы, отрезки времени, возраста нашего, в пределах которого с нами происходят определенные изменения. Давайте с вами вспомним, что это за этапы такие. Для начала давайте вспомним, что старение – это накопление дефектов на молекулярном уровне, которые приводят к изменениям внешнего вида, к нарушениям функций тканей, функций органов и так далее, и так далее. Уход за кожей лица способен, вполне себе способен продлить молодость и здоровье кожи. Но он тоже не всесилен, о чем мы с вами все время говорим. Наука о старении, она не то чтобы в зачаточном состоянии сейчас находится, но она еще очень молода. Я думаю, основные открытия, которые приведут в том числе к новым веяниям в косметологии, в уходе за кожей в частности, что нас с вами больше всего интересует, они еще грядут. И дай бог, на наш век тоже хватит, и мы успеем их засвидетельствовать. А еще лучше воспользоваться этими плодами этих достижений. Поверите ли вы или нет, но кожа начинает ухудшаться и стареть где-то годам к 14. То есть где-то с 14 лет мы начинаем стареть и портиться. Главным образом мы замечаем, что кожа становится более жирной, что она становится более грубой, более пористой, у кого-то появляется угри и все вот эти вот прелести. То есть кожа такой, как в юные совсем годы, она уже не будет, она будет только хуже дальше. Сначала это жир, поры, угри и все остальное, потом это морщины, пигментные пятна и так далее, и так далее. С улыбкой сказала я, как будто бы говорю что-то хорошее. Значит, с 20 до 30 лет считается таким периодом самым благоприятным. Это период расцвета. Расцвета, вернее, вот так правильно сказать. Когда мужчины и женщины выглядят особенно привлекательно. По той причине, как минимум, что считается, что при всех прочих равных, если вы здоровы и так далее, вот с 20 до 30 лет кожа стабильна. В период с 20 до 30 лет с ней не происходит каких-то явных трансформаций. Такое время, условно говоря, в которое вы можете выдохнуть, расслабиться. Но не так расслабиться, чтобы за кожей не ухаживать. Мы все делаем, увлажняем, очищаем, защищаем от солнца. Мы используем антиоксиданты. Но этого может быть достаточно. То есть с 20 до 30 лет не надо выпрыгивать из штанов, чтобы поддерживать кожу в красивом виде, если это дано вам, скажем так, и нет каких-то внутренних заболеваний и прочего-прочего, чтобы могло привести к какому-то эстетическому моменту, который вам не очень нравится. С 25 лет уже, это нам, в общем-то, говорят даже рекламные слоганы и проспекты, что с 25 лет замедляется обновление клеток рогового слоя, кожа становится более тусклой, снижается скорость образования коллагена и лосина, кожа теряет упругость, и под глазами появляются тонкие линии. Это с 25 лет, и это пока что настолько неуловимо. Это такие первые признаки, которые, ну, большинство из нас, может быть, даже и не замечают. Все равно вот с 20 до 30 лет, если в общем таком среде смотреть, это возраст наибольшей красоты нашей кожи, когда она вот стабильно, относительно стабильно. С 35, с 35 до 50 лет это этап заметного старения. Он так и называется. Этап заметного старения. Здесь ухудшается способность кожи удерживать влагу. Замедляется обновление клеток, уже существенно замедляется. Накапливается дефектный коллаген и эластин. Снижается количество гиалуроновой кислоты. На лице истончается жировая прослойка. Происходит перераспределение жира. На скулах, например, жира может быть меньше. Под подбородком и в нижней части лица, в области щек его может быть больше. Появляются пигментные пятна, купероз, морщины. Тут я слышу плач уже у экранов. Но что поделать? Действительно, вот у нас определены эти временные отрезки, возрастные отрезки. И мы действительно знаем, что происходит с нами в определенном возрасте. Это повод и пригорюниться, с одной стороны, а с другой стороны, предупрежден, вооружен. То есть, если вы знаете, что с вами происходит, что ждать впереди, вы уже подготовлены к этому. Согласитесь, это здорово. Далее, особенно у женщин. Период с 50 до 60 лет – это период радикального старения. Вот именно в этот возраст, а героини нашего сегодняшнего видео, голливудские, зарубежные, естественно, голливудские, значит, зарубежные, логично, звезды. Именно они герои, героини нашего сегодняшнего видео, не наши отечественные. Вот они как раз в возрасте, обратите внимание, 50+. И вот эти мерзенькие статейки, которые выходят, они бьют всегда именно в этот возраст. Это период радикального старения. И здесь действительно, особенно если менопауза у женщины наступила, как будто бы кто-то пальцами щелкнул, таймер какой-то включил. Действительно, многие женщины замечают, что период менопаузы – вот хоть каждый день вставай и наблюдай у себя новые какие-то возрастные изменения. Это и пигментация, это и морщины, и истончение кожи, это обилие появляется уже в морщин, самое главное – истончение кожи. И дермы, дермы в первую очередь. Почему это происходит, мы с вами говорили, когда говорили про менструацию кожу, о роли эстрогена для красоты нашей кожи, о том, что такое фитоэстрогены. Если по-прежнему эта тема не понята, напишите мне. Я тогда подумаю, что для нас с вами можно сделать. С 60 лет старение называется уже таким медленным, стабильным. То есть все самое плохое, что могло случиться, оно уже случилось. Вот такого резкого старения с 60 лет, при условии, конечно, относительного здоровья, ну, вряд ли найдется в 60 лет идеально здоровый человек. Так вот, с 60 лет мы стареем уже так плавно и постепенно, нет никакого рывка. Да, это уже как-то совершенно по-другому переносится. С 70 лет там уже происходят такие явные деградационные изменения, утолщается роговой слой, он становится пергаментным таким. Может быть, видели очень-очень пожилых мужчин и женщин, у них кожа как будто бы нечеловеческая такая, неживая, она действительно пергаментная. Дерма очень тонкая, и сквозь нее, настолько она тонкая, просвечивает под кожей жировая клетчатка. И кожа из-за этого, поскольку под кожей жировая клетчатка просвечивает, да само волокно коллагена, а он уже у нас с вами там слипся в этом возрасте, поломался, он тоже желтоватый. И кожа становится вот такой землисто-желтой. Это вот этот огрубевший такой пергаментный роговой слой и истонченная дерма делают свою работу. Здесь уже мы наблюдаем не просто морщины, а аж борозды такие и складки. Про эластичность кожи можно уже даже ничего не говорить. Сосуды, пигментация, все остальное, это цветет пышным цветом, поэтому вот такие вот дела. Для чего я вам напомнила вот эти вот этапы, скажем так, старения? Не для того, чтобы вы провели в депрессии несколько дней после этого видео, а для того, чтобы еще раз сообщить вам. Не надо смотреть вот эти вот ролики про старение звезд и вот эти вот фото до и после. Потому что эти хитрые журналисты, желтая пресса, они подбирают, как правило, женщин, обычно женщин все-таки, именно вот в этом вот возрасте радикального старения, с 50 до 60 лет. Ну а, собственно говоря, почему нет? Потому что у них своя работа, им нужно, чтобы был хайп, чтобы вы смотрели, чтобы вы охали-ахали перед экранами. Вот, а охнуть-ахнуть как раз можно с 50 до 60 лет, особенно у женщин после климакса. То есть там действительно, когда смотришь фотографии давности, даже вот 10 лет назад, хотя, казалось бы, это не так и много, как будто бы действительно видишь существенную разницу. Но опять же, все зависит, знаете, от конечного результата. Если человек хочет в выгодном свете вас представить, вы предстанете в выгодном свете. Я вам такие фотографии, сейчас вы даже наверняка их на своих экранах видите, покажу. Посмотрите, это одни и те же звезды, причем некоторые из них будут фигурировать в сегодняшнем моем обзоре, когда я буду разбирать эту статью. Вот, посмотрите, человек явно был доброжелательно настроен. Причем здесь промежутки времени явно не 10 лет, да, 96-й и 2016-й, например, да, или 2000-й и 2019-й. То есть гораздо большие промежутки времени, но при этом эти женщины представлены так на фотографиях, что ими любуешься. У любого человека есть неудачный ракурс. Вот на чем любят такие журналисты паразитировать. У всех у нас есть неудачные ракурсы. Даже у самых красивых мужчин и женщин совершенно молодой, удивительной кожей. Ну, в любом, особенно если вас снимут, вы вот так вот голову опустили там или еще что-то, у любого человека есть неудачные ракурсы. У любого. Поэтому вот эти вот статьи, их даже не рассматривайте. Но давайте, тем не менее, мы обсудим вот эту вот статью, которая попалась мне на глаза, будь она неладна, и выясним, настолько ли все плохо, как преподносят журналисты в этой статье. Статья написана очень неуважительно, на мой взгляд, очень пренебрежительно. Я ничего личного, что называется, не имею к этим звездам. Мне с ними, как бы я детей не крестила. Но мне все равно кажется, что это отвратительно, то, что здесь написано. Значит, Бритни Спирс. Здесь фишка этой статьи, что вот эти фотографии, которые сравниваются, здесь разница в 10 лет. То есть между первой и второй фотографией разница в 10 лет абсолютно у всех звезд. По крайней мере, как уверяет журналист. Так ли это или нет, мы не знаем с вами. То, что эти фотографии появились в прессе 10 лет назад, не значит, что они сделаны 10 лет назад. Это может быть и 20-летней какой-нибудь давности фотография, не имеет значения. Значит, Бритни Спирс. Во всех новостях про нее говорят. На мой взгляд, такая тяжелая у человека судьба. Попробуйте сожрать столько таблеток, сколько ест. Оно уж там на каких-то транквилизаторах, антидепрессандах. На самом деле, это очень тяжелые лекарства, которые на кожу очень сильно влияют. Но Бритни Спирс, насколько я знаю, относятся к тем звездам, которые пропагандируют естественное старение. Я могла бы очень много рассуждать на эту тему. Если бы я не увидела на фото номер 2, где Бритни в красном платье с декольте, не увидела бы следов от купальника. И видно, что Бритни все-таки загорает. Нет тут никаких, наверное, других причин. Пигментацию могут дать и лекарства. И вот лекарства того ряда, которые принимает Бритни, могут дать пигментацию. Но на вот этом вот фото в красном платье я увидела следы от бретелек белые. То есть Бритни загорает. Поэтому здесь, возможно, и то, и другое. Но фото повреждения кожи, оно на лицо. Мне кажется, основные такие враги красоты Бритни – это стресс феноменальный и солнце. Вторая фотография, где вот она в красном платье. На ней, кстати, видно, что Бритни очень жарко. У нее пот на подбородке, над губой. Когда мы потеем, плотный грим, он старит всех. Это настолько неприлично сравнивать вот эти фотографии. И вообще неприлично, когда человек не в самом своем лучшем свете предстает. Там что-то свет не так падает, жарко. Но очевидно, мы все, когда стоим потные, сальные, вот этот грим с нас течет, никто не будет писаной красавицей. Никто. Поэтому это вообще некорректно сравнить. Сразу морщины как будто более явные становятся на этом фоне. Потому что макияж, он как будто растрескивается от жары. Он расползается во все стороны. Поэтому чего это обсуждать? А так, основная проблема Бритни, как мне кажется, вот если бы я была ее косметологом, я бы всячески уговаривала ее не загорать и пить успокаивающий чай, что называется. Да, но не дай бог оказаться на ее месте. Тут уж не до ухода и не о защите от солнца должен идти разговор. Кирстен Данст. Тут, конечно, две вот эти фотографии, которые сделаны. Мне кажется, это гораздо более ранняя фотография. Кирстен совершенно очаровательна в своей вот этой вот улыбке. У нее какое-то настолько задорное, игривое лицо, взгляд, улыбка. Она совершенно очаровательный человек. С этим маленьким каким-то немножко таким носиком. Ну, она прямо совершенно очаровательная женщина. На фотографии, которая представлена и выдана за 2019 год, конечно, можно сказать, что мы видим какую-то деформацию лица, но мне кажется, здесь еще Кирстен как-то неудачно стоит. Да, она скорее относится к деформационному типу. И, кстати, на фотографии 2009 года уже определенные деформационные изменения видны. Здесь меня гораздо больше смутило вот на этих фотографиях то, что я увидела в первую очередь, что у Кирстен есть телеангектазии, вот эти вот сосудистые звездочки и даже грим их не может скрыть на щеках. Я бы сходила бы на какое-нибудь лазерное удаление или на фототерапию. Пигментация видна. Ну, тут вообще нужно понимать, что большинство из этих звезд, они живут в регионе, где активное солнце круглый год. А у Кирстен, кстати, пигментации минимум. От деформационных изменений никто не застрахован. Никто не застрахован. И очень жестоко и несправедливо человека этим попрекать. Мое мнение, Кирстен выглядит великолепно. Мне очень нравится ее красная помада. Я очень люблю, когда женщины носят красную помаду и делают это с достоинством. Поэтому я вижу ровную, достаточно плотную кожу. Мне очень нравится лоб. Там на нем нет вообще никаких морщин практически. Если она, допустим, захочет пойти к пластическому хирургу и откорректировать немножко этот момент, это действительно прям десяток лет точно ей уберет. А главное не терять вот эту вот задорность взгляда. Это визитная карточка Кирстен, как мне кажется. Анжелина Джоли. Яркий представитель усталого морфотипа. Об этом говорят все учебники. Но мне кажется, что Анжелина, ее уникальность в том, помимо того, что она интересный, очень необычный человек, и помимо того, что она действительно выдающаяся актриса и фантастической какой-то инопланетной красоты женщина, у нее еще очень уникальные такие анатомические особенности. Очень редкие представители усталого морфотипа имеют такой развитый скелет черепа, назовем это так, высокий лоб. Вот это вот череп, вот эти вот углы Джоли, как их даже называют. То есть люди ходят к косметологу специально, чтобы им сделали челюсть, как у Анжелины Джоли. Это все дает определенную площадь, во-первых, и натяжение, и крепление мышцам. То есть обычно это прерогативы мужчин. У мужчин кости черепа более развитые, у них старение происходит немножко по-другому. Я вам в этом рассказывала в отдельном видео про старение мужчин и женщин, именно из анатомических особенностей. А тут это у Анжелины. Я не знаю, в каком нужно быть вообще не в себе, чтобы говорить, что Анжелина плохо выглядит. Вот фотография 2019 года, она выглядит изумительно. Тонкая, фарфоровая, прозрачная, при этом такая живая кожа. Кэтрин Зетта Джонс. Женщина невероятной красоты. Как пишет как раз журналист, в этом году женщина отметила 50-летний юбилей. Что мне кажется, у Кэтрин очень темная кожа. В какой-то момент это начинает играть как будто бы против тебя. Потому что в каком-то возрасте женщины с более темной кожей, которые, например, много загорают, они становятся старше визуально, не потому что они много загорают, и там все вот эти цепные реакции начинаются в виде сниженной выработки коллагена, на утолчение рогового слоя, пигментных пятен, бла-бла. А из-за оттенка кожи, как будто бы в определенном возрасте, женщины с таким искусственно темным цветом кожи, я надеюсь, я правильно доношу свою мысль, выглядят старше. У Кэтрин, мне кажется, она сама очень смуглая. Я не думаю, что она прям коптится на солнышке. Темные волосы, вот эти жгучие, карие такие глаза. У Кэтрин новейшее веко было и в 2009 году, просто на фото 2009 года на ней минимум макияжа. Сравнивать, конечно, нужно людей, если уж мы сравниваем до и после, без макияжа стараться это делать в одинаковом свете, как вот стараются это сделать косметологи. Вот это, конечно, верхней корректности, сфотографировать человека без макияжа и при полном параде. Мы все без макияжа выглядим моложе. Все. Что у Кэтрин? Явно есть вот это вот опущение верхнего века, и визажист это пытается исправить, ну, в общем-то, так и должно делать с помощью ресниц накладных, которые нивелируют вот этот вот эффект. Я не уверена, что нужно было делать именно вот такой вот макияж глаз, но, тем не менее, здесь как-то они, наверное, без нас разберутся. Мне очень нравится рельеф кожи Кэтрин на самом деле. Мне очень нравится свечение вот это, которое идет от кожи. Возможно, Кэтрин все-таки либо загорала, либо делала какой-то пилинг, потому что вот на этой фотографии, которая 2019 года, очень видно, на самом деле, при приближении, что у нее шелушится нос. Во всяком случае, так кажется. Очевидно, это вызвано тем, что она сделала какую-то процедуру, возможно, перед вот этой вот фотосессией или встречей. Видны кесетные морщины и тенденция к ним. Кесетные морщины обычно действительно прибавляют так вот возраста, потому что они появляются только с возрастом, кесетные морщины, в отличие, например, от морщин вокруг глаз. Иногда просто человек вот такой смешливый, такой весь лочезарный, что там и в 20 лет могут сформироваться морщины. Кесетные морщины в 20 лет обычно ни у кого не формируются. Я действительно объективно соглашусь, что если сравнивать не Кэтрин 2009 года и 2019, а именно фотографии 2009 и 2019 года, как будто бы большая разница. Но насколько корректно это все? Как эти снимки сделаны и так далее? Не знаю. Я все равно смотрю на этих женщин, они все фантастически красивые. Я не знаю, что со мной не так. Я смотрю на этих женщин, и они меня восхищают все. И, понимаете, морщины, пигментные пятна – это в конечном итоге такая ерунда. Конечно, может быть, после этого от меня все отпишутся и скажут, что это такое. Мы пришли к вам избавляться от морщин и пигментных пятен, а вы нам тут про то, что это ерунда. На самом деле сейчас в косметологии очень много ведется на эту тему разговоров об этичности борьбы с пигментацией, например, и так далее. Потому что наши морщины, на самом деле, и вот все, что нами нажито, это делает нас уникальными в какой-то степени. И эти женщины, даже несмотря на то, что, естественно, у них есть... Они же люди живые, у них есть морщины и то и все. Это не делает их некрасивыми. Это не делает их сбитыми летчиками. Сара Джессика Паркер очень любит сейчас эту тему эксплуатировать с ней. Потому что сейчас опять выходит, я так понимаю, новый сезон секса в большом городе, где все актрисы, естественно, в том возрасте, в котором они сейчас есть, предстают. И вот это обсуждается, обсмаковывается со всех сторон. Я видела Сару вживую, когда она презентовала какую-то свою туалетную воду. Она приезжала и в Петербург, и в Москву, в Литуаль. Она фантастически красива. Я не знаю, что способна испортить эту женщину. Во-первых, у нее идеальная фигура. Она очень модная. Мне нравятся ее волосы. И мне нравятся ее вот эти именно распущенные волосы. Многие люди почему-то считают, что женщинам в возрасте негоже носить распущенные волосы. А тем временем все актрисы, которые сегодня у нас с вами на экране, которых мы видели в сегодняшнем видео, у них у всех распущенные волосы. Ухоженные, блестящие, красивые. Что сказать про Сару? Сара для меня вообще образец женщины, которая... Если вот в отдельности рассматривать ее глаза, ее нос, ее губы, кажется, это какой-то просто чудовищно непропорциональный, некрасивый человек. Но когда вот это вот все вкупе, и ее харизма, от нее невозможно оторваться от Сары. Она настолько красивая, и вот эти глаза как будто бы такие маленькие, но при этом они такие лучезарные. То есть, я не знаю, может, я как-то неправильно на людей под каким-то не тем углом смотрю, но мне кажется, что она очень необычная женщина. Просто очень ее хочется разглядывать. Кстати, я не вижу гигантской разницы между фотографией 2009 и 2019 года, которую здесь нам автор предлагает. Те изменения, которые мы видим на фотографии 2009 года, они же видны на фотографии 2019-го чуть-чуть, может быть, такой спрогрессировавшей формы. Но все равно четкий овал лица. Совершенно такой, мне кажется, правильный макияж. Кожа ткани в хорошем тонусе. Ну и возрастные изменения вполне себе объяснимы и понятны, но это не делает ее некрасиво. Это очень странно. Синтия Никсон. Вот здесь, конечно, очень грустное фото до и после, что называется фото 2009 года и 2019. Прям очень грустное. Деформационные изменения в нижней трети. Прям такая дряблая, обвисшая кожа. И опять я прям очень сильно сомневаюсь, что это фото 2009 года. Вот очень сильно сомневаюсь. Если это действительно так, я бы сказала, что Синтия перенесла какое-то заболевание. И вот это вот такое старение радикально вызвано именно им. Потому что это не совсем даже как-то объяснимо. Вот такая вот разница. И это же, кстати, касается Лизы Кудроу. Хотя у нее вот эта тенденция такая, да, интересная. Кожа гусыни называется такое явление в косметологии. Как правило, это имеет генетическую предпосылку. Вообще никто в этом не виноват. И кожа, она на шее начинает деформироваться в достаточно раннем возрасте у таких людей. Причем, посмотрите, у Лизы по-прежнему достаточно такое моложавое лицо, задорная улыбка, лучистые глаза. Не сказать, что прямо вот лицо подвержено таким уж сильным изменениям. Здесь, конечно, основной акцент и прямо вот взгляд приковывается к шее. Опять же, делает ли это Лизу плохой актрисой, плохой женщиной, нелюбимой, может быть, нет. А если поклонники, как тут пишет автор, сильно разочаровались. В 46 лет у актрисы был довольно четкий овал лица, лебединая шея и распахнутый взгляд. Где? Где лебединая шея? Вот чего автор пишет ерунду? Но тут все эти изменения, они уже на шее. Какая лебединая шея и распахнутый взгляд? И вот Наоми Уоттс. Тоже у меня очень сильные сомнения по поводу того, что это 2009 год. Очень сильные. Тут человек выглядит лет на 20 моложе. На фотографии 2019 года кожа выглядит очень сильно погрубевшей и утолщенной. Как правило, в таком возрасте, как у Наоми, к этому что-то приводит. Например, злопотребление солярием может такое выдать. Века нависшее у Наоми было всегда и на фотографии 2009 года оно есть. Морщины на лбу, прикрытые челкой, в какого-то фотографии не лучшего качества тоже проглядываются. И на четкой такой фотографии 2019 года они всего лишь еще больше видны. И дальше что? Здесь главное, чтобы человек был востребован, чтобы он был любим и так далее. Если морщины действительно приносят разлад в жизнь, от вас уходят близкие, потому что у вас морщины на лбу, и работодатель отказывается с вами дальше сотрудничать, ну, наверное, тогда это повод задуматься. А во всех остальных случаях хочется еще раз сказать, автор, покажи себя. Хочется, маска, кто ты? Хочется на автора посмотреть, как автор выглядит. Потому что, конечно, очень хорошо расписывать, какие все постаревшие и некрасивые. Ну, покажи, как ты тогда стареешь, мы на тебя посмотрим. Стареть не преступление, стареть естественно. Наверное, мораль вот этого сегодняшнего видео, она такова. Многое находится в ваших руках. Главная причина старения – это фотостарение, но фотостарение обратимо. Хрона старения, с которым мы рано или поздно сталкиваемся, оно необратимо, скажем так. А если обратимо, то не в той степени. И это естественно. Не нужно сравнивать себя и других, почему мы много раз об этом говорили, какие факторы не совпадают, и почему это совершенно бесполезное занятие. И можно только себя невротизировать этим, что кто-то выглядит лучше, чем вы, как вам кажется, а вы нет. И вы из кожи вон лезете, но у вас так же не получается. Есть на это вполне понятные и объяснимые причины. Вы – другой человек, с другим питанием, с другими стрессами, с другим образом жизни, с другим орфотипом и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот это вот занятие сравнивать себя и кого-то другого, особенно если вы, скажем так, делаете это не с целью вдохновиться, посмотреть на этих замечательных женщин, сказать, какие они стильные, красивые, успешные, классные. И получить какой-то заряд от этого энергии, а с целью самоутвердиться, не нужно этого делать. Мне кажется, это очень разрушающее занятие, в принципе, вот, знаете, таким заниматься. И еще одна мораль этого видео, хотя многие из этих актрис, как было указано автором, против какого-то хирургического вмешательства, против инъекций. Но это также подталкивает нас к выводу о том, что даже очень богатые люди, очень богатые женщины, они тоже стареют, хотя они имеют доступ к лучшей медицине и быстро, главное, да, к хорошему отдыху, к качественной пище. Да, давайте не забывать, что на пластическом хирурге не сошелся с клином свет, да. Есть другие гораздо важные факторы, гораздо более важные факторы, которые делают нас моложе, да, и влияют на нашу красоту и здоровье. Здоровое питание, чистая вода, медицинская помощь и прочее, прочее. Вот к этому они имеют доступ точно, пусть даже они не заходят в кабинет пластического хирурга. Поэтому давайте будем реалистами, давайте будем более доброжелательными и будем только радоваться своему отражению в зеркале, прикладывать усилия к тому, чтобы нас это отражение радовало, и радоваться также и успехам других, а не искать недостатки. Всего хорошего, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok